Официальная прощай. Романа Насирова уволили с должности главы фискальной службы. Такое решение принял Кабмин. Кроме прочих злоупотреблений, Насирову вменяют двойное гражданство. Над кем еще завис Дамоклов меч премьеры и какие текущие вопросы успели решить министры, знает Богдан Вербицкий. Шановные коллеги, прошу кадровое решение. А сейчас будут. Сначала взялись за директора Укроборонпрома Романа Романова. По мнению премьера Гройсмана, чиновник работает неэффективно. Поэтому он попросил президента уволить Романова. Не забыли и о начальнике фискальной службы Романе Насирове. Сегодня я пропоную принять решение уряду и подать президенту клопотание про извольнение с посады генерального директора Укроборонпрома Вана Романова. Если у людей есть заборгованность, пожалуйста, погасить. Ворочаете миллиардами, не можете погасить, значит некомпетентнее. Звольнение Насирова с посады. Поэтому мы принимаем сегодня это решение. После решения кадровых вопросов перешли к бюджету. Министр финансов Александр Данилюк отчитался о новом бюджетном кодексе. Государственную смету хотят принимать не на один год, а на три. По словам Данилюка, такой подход намного эффективнее. Одним из главных источников пополнения госказны, по словам Гройсмана, является бизнес. Премьер обещает, в этом году для него создадут все условия. Нам нужно ликвидировать, я наголошу на этом, повноважение СБУ, национальной полиции, в частности податковой полиции, прокуратуры, повноважение в сфере предприятия и бизнеса. Мы должны создать интеллектуальную службу, службу финансовых расследований. Не забывают в правительстве и об объединенных территориальных громадах. Они смогут получить землю. Мы нашли решение в межах действующего законодательства, законный способ передачи державной и сельскохозяйственной земли в коммунальную властность объединенных территориальных громад. До конца года Кабмин планирует отдать в пользование ОТГ около 760 тысяч гектаров земли. Кроме того, правительство намерено оказать помощь освобожденным из плена украинцам. В Кабмине им обещают финансовую поддержку. Окончательные списки тех, кому необходима помощь, должны составить в СБУ. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.